Всем привет! Вы на канале вкусная кухня и с вами я Ирина. Сегодня в эту пасхальную неделю я предлагаю вам приготовить необычный торт кулич. Для начала в миске для замешивания теста взбейте 3 яйца, щепотку соли и сахар. Масса у вас должна получиться в итоге белой и устойчивой. Затем просеете через сито муку, разрыхлитель для теста и ванилин. И все это перемешайте тщательно лопаткой до однородной консистенции. Орехи необходимо обжарить на сковороде. Сухофрукты я обмыла сначала в ледяной воде, а потом обдала их кипятком. Затем нарезала их небольшими кусочками. Вы можете использовать любые сухофрукты по вашему желанию. Я использовала финики и курагу. Нарезанные сухофрукты необходимо тщательно обвалять в муке и закинуть их в бисквитное тесто. Орехи также мелко нарубить, закинуть в бисквитное тесто, залить растительным маслом и тщательно все перемешать лопаткой. Бисквитное тесто залейте в подготовленные заранее формочки. Я использовала одноразовые. Бисквиты я поставила выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна выходить из бисквита полностью сухой. Когда бисквит полностью остынет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на пару часов. Перед тем, как вы соберетесь вытаскивать бисквит из холодильника, можно уже подготавливать крем. В крем-чиз я добавила холодные сливки из холодильника и засыпала их сахарной пудрой. Сколько граммов я добавляла сливок и сахарную пудру, вы можете увидеть на экране. Я все это мерила на весах. Все это тщательно я взбила миксером. И получился очень густой и вкусный крем. Обязательно перед тем, как соберете взбивать сливки, крем для вашего торта, бисквита, неважно, обязательно уберите емкость, где будете взбивать сам крем и венчики от миксера в морозилку минут на 10. И сами сливки, они должны быть холодные из холодильника, желательно простоявшие там ночь. Так крем легче взобьется и он очень будет хороший и густой по консистенции. Такой, который действительно нужен. Начинаю от сливки взбивать с маленьких оборотов, постепенно прибавляя обороты. В итоге получается вот такой густой крем. Теперь, когда уже крем полностью готов, можно нарезать наши бисквиты куличи на коржи. У меня получилось с каждого бисквита три коржа. Всего шесть коржей. Теперь можно формировать наш торт кулич. Каждый слой необходимо смазать обильно кремом и закладывать следующим куличом. Ну и так все до конца. Когда вы смажете все куличи кремом, то необходимо торт убрать в холодильник на несколько часов, чтобы схватилась кремовая масса. Затем, когда вы его вытащите из холодильника через несколько часов, обмажьте края бисквита, края кулича. Измельчите печенье и облепите им наш кулич. Оставшимся кремом можно украсить разнообразно кулич. И сверху посыпьте посыпкой для кулича. Либо можете украсить его по своему желанию. Кулич торт получается очень необычным и красивым. Гости очень удивятся, когда вы его разрежете. Ну а вот так кулич выглядит в разрезе. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok